Медитация справится с одиночеством. Для начала необходимо расслабиться. Выберите удобное положение и начните дышать медленно и естественно. Вдохните и выдохните. Вдохните, позволяя каждому вдоху успокаивать и расслаблять вас. Продолжайте спокойно дышать в удобном для вас темпе. Сейчас начните считать свои выдохи от 1 до 5. Мысленно и медленно. Потом от 5 до 1. С каждой цифрой, с каждым выдохом позвольте своим мышцам расслабиться. С каждым числом более глубоко расслабляйтесь. Сейчас, когда вы расслаблены, вспомните на мгновение свои чувства одиночества. На что похоже ваше одиночество? Некоторые люди испытывают чувство тяжести в желудке или чувство пустоты или боли в груди. Что для вас одиночество? Вам пока не нужно начинать бороться с одиночеством. Просто прочувствуйте его, заметив, на что оно похоже. Одиночество – неприятное чувство. Но оставайтесь с этим чувством еще несколько минут. Это чувство одиночества, которое вы испытываете, может быть сигналом того, что у вас есть потребности, которые сейчас не удовлетворяются. Ваш разум говорит с вами через это чувство, говоря вам, что что-то нужно изменить, будь то ваша ситуация, ваше мировоззрение или ваши действия. Вы можете использовать это чувство одиночества, чтобы понять, что именно вам нужно, и внести эти изменения, чтобы справиться с одиночеством, чтобы чувствовать себя удовлетворенно. Какие мысли или образы приходят вам в голову, когда вы сосредотачиваетесь на одиночестве? Есть два способа справиться с одиночеством. Один из них – увеличить ваши связи и контакты с другими людьми. Другой способ справиться с одиночеством – это иметь позитивное отношение с собой и ценить свою компанию. Вам доступны оба эти средства, и вы можете использовать оба, не выбирая один или другой. Чтобы начать бороться с одиночеством, давайте сосредоточимся на отношениях с людьми. Возможно, вы чувствуете себя одиноким прямо сейчас, потому что вы один или одна, без кого-то значимого для вас, или вы можете чувствовать себя одиноким, даже с другими людьми, если вы не чувствуете себя достаточно связанным с человеком или людьми вокруг вас. Подумайте, сколько раз вы общались с другими важными для вас людьми за последнюю неделю. Вспомните прошедшую неделю и вспомните людей, с которыми вы общались по телефону, по переписке или лично. Что это за люди, с которыми вы общались? Являются ли они значимыми, важными и близкими для вас? Иногда каждый чувствует себя одиноким, одиночество – это нормальное и естественное чувство, которое мы все испытываем. Все люди в какой-то момент своей жизни сталкиваются с одиночеством. Это чувство помогает нам больше взаимодействовать, становиться ближе к людям, строить близкие отношения. Таким образом, одиночество может быть хорошим делом. К чему вас подталкивает чувство одиночества? Чтобы справиться с этим чувством, вам нужно решить, к чему оно вас подталкивает. Может быть, вам нужно присоединиться к группе или клубу, чтобы справиться с одиночеством? Может быть, позвонить другу, с которым вы давно не разговаривали? Чтобы справиться с одиночеством, за счет расширения связи с людьми, вам может потребоваться поиск компании и общения. Подумайте о людях, которым вы можете позвонить, чтобы поговорить. Или о людях, с которыми вы можете встретиться лицом к лицу. Если никто не приходит в голову, подумайте о местах, где можно было бы познакомиться с новыми людьми. Группы поддержки – отличный способ встретиться и наладить контакт с другими. Клубы или мастер-классы. Подумайте обо всех местах, где вы могли бы провести время с людьми. Отношения не всегда должны быть личными, чтобы приносить удовлетворение. Группы поддержки в интернете могут быть очень полезными, и вы можете получить к ним доступ прямо из дома. Подумайте, что вы можете сделать в течение следующих 24 часов, чтобы справиться с одиночеством и помочь вам почувствовать себя более связанным с людьми. Что подсказывает вам ваше одиночество? Выберите одно действие, которое вы можете предпринять, чтобы справиться с одиночеством. И составьте план, как выполнить это действие в течение следующих 24 часов. Теперь давайте рассмотрим одиночество с другой точки зрения. Независимо от того, насколько много у вас контактов и связей с другими. Важно довольствоваться собственной компанией. Что вы чувствуете, когда один или одна? Вы считаете себя хорошей компанией? Если вы сейчас недовольны своей компанией, это может вылиться в чувство одиночества. Сконцентрируйтесь на одиночестве, на болезненном, пустом чувстве внутри. А теперь представьте, как это чувство меняется. Совсем немного. Представьте себе чувство покоя, довольства, счастья. Представьте себе это ощущение, как если бы это был теплый поток. Представьте, что поток может наполнять ваше тело, выливая через макушку такая теплая и приятная энергия. Представьте, как этот поток наполняет ваше тело, льется вниз, заполняет ваши ноги, поднимается выше, до колен, до бедер. Почувствуйте, как тепло наполняет центр вашего тела, до живота, груди, до плеч. Льется вниз к рукам, наполняет руки, до локтей, до плеч. Почувствуйте, как тепло наполняет вашу шею, голову, наполняет все ваше тело ощущением тепла и покоя. Почувствуйте еще больше тепло, которое начинается в центре живота и распространяется наружу, как будто солнце светит внутри вас. Пусть это чувство тепла и умиротворения возрастет. Переживите чувство счастья внутри. Почувствуйте, как тепло растет, растет, пока от вас не исходит радость, как будто все ваше тело сияет, светится, излучая радость и счастье. Внутри чувствуйте себя полным, твердым, наполненным удовлетворением. Представьте, что все оставшееся чувство пустоты полностью вытесняется теплом внутри вас. Когда вы так довольны, нет места пустоте. Позвольте себе почувствовать умиротворение и безмятежность, даже на несколько мгновений. Все, как должно быть. С вами все в порядке. Вы чувствуете себя радостным, любимым, окруженным теплом. Вы достойны всех положительных вещей, которые встречаются на вашем пути. Вам есть, что предложить в отношениях с другими людьми. Почувствуйте излучаемое вами счастье и представьте, как эта радость сияет, как солнце, посвящающая всех вокруг вас. Почувствуйте связь с окружающим миром. Вы – часть этого мира, частичка сообщества. Связи, которые у вас есть, могут расширяться и расти, позволяя вам стать еще более связанными с людьми. Вы полны уверенности, удовлетворенности, защищенности и уверенности с сильным чувством собственного достоинства. В одиночестве вы можете быть счастливыми и довольными, не чувствуя себя одинокими, потому что ничто не пропадает, когда вы один или одна. С вами все в порядке. Вам не нужно больше никого, чтобы быть целым. Другие люди могут обогатить вашу жизнь, но вы целы, цельны, сами по себе. Испытайте ощущение целостности, дивершенности прямо сейчас. Испытайте это чувство полностью, умиротворенным, полным, довольным, счастливым. Каждый раз, когда вы начинаете чувствовать себя одиноким в будущем, вы можете справиться с одиночеством, снова испытав это чувство удовлетворения. Вы также можете принять меры, чтобы проводить время с другими, чтобы быть на связи с людьми и не чувствовать себя одинокими. Пришло время завершить это упражнение на расслабление, сохраняйте с собой чувство удовлетворения и покоя, пробуждая свой разум и тело. Постепенно возвращайтесь во внешний мир, чувствуя, как ваше тело просыпается. Сделайте глубокий, очищающий дух и на выдохе станьте более бодрым и внимательным. Откройте глаза. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok